Новый год 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 что нужно для счастья еще поросенку. Работал наф-наф не жалея копыта, и к ныбрю была кровля закрыта. Надежный и теплый построил он дом. Как хорошо зимовать будет в нем. А два других брата гуляли, плясали, и чтоб не замерзнуть зимней порой, на скорую руку домишки связали. Один из соломы из веток второй. Поставили рядышком их на опушке. Вишат и хохочут от радости хрюшки, мол, знают они в экономии толк. Как вдруг в их лесу объявляется волк, желал поросят съесть гарниром на ужин. Спрятались свинки за стенками хижин, спастись от опасных зубов захотели. Но выдохнул волк, и дома улетели. На перегонки, спотыкаясь от страха, друзья понеслись под защиту наф-нафа. Добрый братан их пустил, обогрел, теплые тапки на копытце одел. И как ни старался бешеный волк сдуть домик наф-нафа он с места не смог. Тогда волк решил на крышу залезть, прыгнуть в трубу и троих разом съесть. Но кипящий котел наф-наф приоткрыл и пятую точку волк обварил. Теперь он надолго запомнит совет, что вредно свинину есть на обед. С тех пор поросята живут и не тужат, все вместе живут и весьма крепко дружат. Хозяйство ведут, мандарины жуют и часто веселую песню поют. Чтобы был из стройки толк. Чтобы был не страшен серый волк. Чтобы домик вышел крепкий. Не городи ни солому, ни ветки. Чтобы домик век стоял. Используй качественный материал. Мораль этой сказки понятна, друзья. На стройматериалах экономить нельзя. Чтобы домик век стоял, используй качественный материал. Субтитры создавал DimaTorzok